Его душа осталась в песнях. Исполнилось 125 лет со дня рождения прославленного композитора нашего земляка Степана Максимова в Чубаксарской музыкальной школе. Его имени проходит неделя Чувашской музыки. О нем говорили, он не сочиняет музыку, он ее улавливает. Мелодии Степана Максимова просты, узнать их можно с первых нот. Именно это качество музыкант считал признаком настоящего таланта. Композитор, фольклорист и педагог Степан Максимович Максимов сделал многое для сохранения самобытной чувашской культуры. Родился он в 1892 году в простой крестьянской семье в селе Яншихово-Нарваши Янтиковского района. В его жизни было все и доброе, и жесткое. Родители-битняки переселились в Сибирь, а 15-летний Степан остался в Симбирске завершать образование. Мелодист за все брался с вдохновением и азартом. Всего им собрано более 2000 полюбившихся землякам песен и инструментальных произведений. Степан Максимов жил под девизом «Музыкальная школа должна служить Чувашим». Он сам лично ездил в глубинки нашей республики и отбирал, отыскивал одаренных детей. Также Максимов большое внимание уделял народной песне, Чувашской народной песне. Ездил по районам Чувашской республики, собирал народные мотивы, народные песни. Впоследствии делал обработки. У него очень много сборников народных песен, которые вошли уже в классику литературы музыкальной. Очарованный красотой собранных среди крестьян мелодий, Степан Максимов писал свои первые гармонизации. Практически проверял их звучание в хоровом исполнении. В хоре мы поем очень интересные песни. Например, «Щельде тарна» мне тоже очень нравится. Там я пою второй голос. Второй голос как бы поддерживает всю песню. Друг музыканта, выдающийся Чувашский композитор Федор Павлов писал о Максимове. Что мелодия, то красота, что мотив, шедевр. Степан Максимович сочинял для своих учеников для уроков. Составлял и публиковал хрестоматии и сборники песен. Сегодня это востребованный материал для подготовки будущих музыкантов. 17 учеников школы имени Степана Максимовича Максимова стали студентами Московской консерватории. Среди них композиторы, музыковеды, скрипачи, духовики, пианисты. А Степан Максимович Максимов был первым представителем Чувашии, который в 1935 году закончил Московскую консерваторию. А Чебоксарская детская музыкальная школа носит его имя с гордостью уже более 50 лет. Что есть в музыке такого чудесного, на что способна волшебная сила искусства? Выражение музыкальным языком внутреннего состояния стало для 10-летней Софии Степановой потребностью. Я люблю медленные песни играть, как вот эта песенка, люблю чувашки, композитор, баха. Для души это спокойно, и когда тебе плохо, можно сыграть, тебе станет легче. Музыке Степан Максимов отдал всю свою недолгую жизнь. Но то музыкальное наследие, которое он оставил после себя, еще долго будет жить в сердцах людей. Рифат Фаткулин, Арена Гавилян, Республика.